После полуденные торги проходят спокойно. Основные котировки придерживаются своих нейтральных линий. Сегодня подходит к концу выступление Дженет Йеллен в Конгрессе. Характер предстоящей монетарной политики остается довольно мягким. Из экономических новостей четверга данные о бюджете и денежных запасах будут опубликованы чуть позднее. Завтра выйдет индекс CPI и показатели розничных продаж. Кроме этого начинается сезон прибыли и некоторые крупнейшие банки уже готовы огласить итоги своих заработков. Переходим далее к показателям Форекс-маркета. Курс евро и доллара ниже на 0,16%, соотношение валют 1,1394 пункта. Пара фунта и доллара выше на 0,31% и составляет 1,2933 пункта. Доллар по отношению к японской иене на 0,16% выше и составляет 113,359 пунктов. В центре внимания соотношение австралийского и американского доллара текущий тренд растет и подкреплен растущими стоимостями драгоценных металлов. Растущие 20,50-часовые скользящие средние также усиливают тренд. Долгосрочные позиции будут выше 0,7685 пунктов со значениями 0,775 пунктов и 0,777 пунктов. Из драгоценных металлов золото снова в центре внимания. Восходящие 20,50-часовые скользящие средние пересеклись, провоцируя возобновление стоимости металла. Долгосрочные позиции будут выше 1,217,60 пунктов со значениями 1,226 и 1,229 пунктов. Серебро на 0,12% дешевле, тройская унция стоит 15,82 доллара. С вами была Евгения Мангуби, специальный ряд Trading Central Web TV.